Всем привет, это Влад, и в этом видео я рекомендую вам Forza 4, а особенно первые два показательные заезды, которые нам доступны в начале игры. В Forza много жанров, много ответвлений, и именно вот презентационные заезды обалденно выглядят, там классные кат-сцены. И сегодня мы рассмотрим заезд против корабля на воздушной подушке. В этом видео мы рассмотрим заезд против паровоза, а мы будем на багги. Да, как бы эти объекты, они заскриптованы, двигаются отдельно вдоль трассы, отдельно трассы, в общем, они создают движ. Мы же идем четко по маркерам. Но насколько красиво это сделано, насколько это показательно, ребята, я надеюсь, вам понравится. Меньше слов, больше дела, приступаем. Лично мне особенно понравился заезд против корабля на воздушной подушке. Он творит реальную анархию на трассе, а своими двигателями он сносит деревья, куски трассы, чуть ли не дома. Они, конечно, да, где-то для массовки, но приступаем. Значит, у нас есть вот эта багги, она будет гоняться против паровоза. Разработчики Forza просто красавцы, это реальный паровоз, и против него нужно сражаться на багги. Мне лично понравился все-таки больше корабль, ну, потому что это было эффектнее, а паровоз где-то там на рельсах куда-то там едет. Итак, приступаем. Мы специально сделали нарезку, чтобы это было максимально эпично. Ребята, надеемся, вам понравится. Итак, мы врываемся на Тойоте. Это именно та Тойота, которая ездит как бы по бездорожью с какой-то супер-классной современной подвеской, я не помню, как она называется. Вы посмотрите на этот корабль, посмотрите на эту лодку, что она творит. Она сносит все вообще, проживет своей жизнью. И мы с такими красивенными кат-сценами летим вдоль нее. Но у багги другая история. У нас тут снежная трасса, и вот тот паровоз едет постоянно по прямой. Он едет по туннелям. Нам же нужно постоянно ездить по маркерам, по городам, делать повороты на 90 градусов и при этом его еще и обогнать. Лично мне кажется, что да. Эти два объекта, они заскриптованы. Потому что как будто притормаживают и разгоняются вместе с нами, чтобы следовать на правильном расстоянии впереди или за нами, чтобы потом попасть в обалденную кат-сцену. Здесь мне немножко не получилось повернуть. Вот эти повороты 90 градусов, два подряд они, конечно, сильно тормозят. Но потом как будто поезд притормаживает. А мы его догоняем. Мне очень не хватало подобных каких-то показательных гонок в том же NFS. В том же Dirt. Нет, я очень обожаю Dirt. К NFS, к этой Аркаде вопроса вообще нет. Но там было мало вот таких вот сцен. Ну, по-моему, NFS The Run. Там, да, там были кат-сцены, какая-то даже активность. Там надо было нажимать вовремя какие-то кнопки. Но, ребят, здесь реально летит здоровенный корабль на воздушной подушке. Здесь несется поезд. Ну, это же просто обалденно. Помимо этого, в Forze еще есть как бы гонки для киностудии. Там нужно выполнять определенные трюки. Но этого я нигде не видел. Вот эта красота. Да, он создает какую-то жизнь, отдельный какой-то свой быт прямо во время этой гонки. Кстати, вот этот джип мне намного больше понравился, чем багги. У него, конечно, слишком мягкая подвеска. И не всегда чувствуешь, куда ты едешь, куда тебя сейчас занесет. Я лично гоняю на геймпаде. Клавиатура, мышка – это зло. Но багги она как бы сильнее вытормаживается. Вы посмотрите на эту красоту. Как же он шикарно перелетел. У багги свой плюс. Багги как бы быстрее теряет скорость, но и быстрее ее набирает. Потому что она легче. Но из-за того, что мы на снегу, мне приходится плавать прямо как на ролильном заезде в дождь с грязью. Но этот вид, этот мост, этот снег. Почему остальные разработчики это не добавляют? Почему мы постоянно ездим по одним и тем же гонкам? Пройди 10 гонщиков, найди короля, победи короля. Потом другие 10 гонщиков, опять победи короля. Вау, супер. Это что, на один листок А4 поместилось? Здесь намиксовали все. Особенно мне нравится, что сюда добавили оффроуд сегмент размером как весь дёрт. Ну, дёрт 2.0 мы, конечно, не берем. Это прям вообще симулятор. Но пятый дёрт, честно говоря, это выглядит как не морской бриз. Это как легкий фонтанчик по сравнению с тем, что сделали разработчики Forza 4. А на подходе Forza 5. Я посмотрел трейлеры, и я очень в ожидании. Поэтому мы и выпускаем какие-то уже видео по Forza 4, чтобы посмотреть, вам будет интересно Forza 5 или нет. Скажу по секрету, маленький спойлер, мы всё равно будем снимать видео по Forza 5. Потому что так намиксовать стили, разные стили гонок, я не видел, я не встречал. Обычно все игры под что-то одно заточены. Я, кстати, точно не уверен. Эти машины подобраны как-то исторически? Где-то реально были вот такие вот заезды? Может, какие-то там трюки Red Bull? Или же это просто какие-то рекламные интеграции вот именно этих машин в игре Forza 4? На самом деле, к примеру, в оффроудных гонках вы не можете ездить постоянно на одной и той же машине. То есть, скажем, там, Buggy, Dodge Ram или Jeep, или та же Impreza. Есть гонки, где требуется именно нужная машина, чтобы она попадала по классу к остальным. Лично мне понравился Dodge Ram. Он тяжёлый, он быстрый, он предсказуемый. Jeep, он тоже как бы хорош, но он более пассивен, он такой более мягкий. Здесь Buggy и Toyota. Честно говоря, Toyota, я уже говорил, мне нравится больше, но, возможно, мне бы хотелось пройти эту же гонку, скажем, на Dodge Ram. На раллийном Ram. По-моему, он бы себя показал здесь намного интереснее, чем Toyota с супер мягкой подвеской. Значит, вроде бы кажется, что мы гоняемся с этим кораблём и с этим паровозом. Но, ребят, на самом деле, перед финишем есть один поворот на 90 градусов. Именно после этого поворота на 90 градусов и вы решаете, победите вы или нет. Победить, да, можно, и вы приходите буквально на пару корпусов машины раньше, это выглядит очень красиво, это должно вовлекать игрока. Но самое главное, это атмосфера. Я даже не против, что заскриптовали эти сцены. Вот посмотрите, как он сейчас отрывает эти деревья, эти знаки. А вот этот поворот, я, честно говоря, не сразу правильно вошёл в этот поворот, я часто в него въезжал. Потом этот спуск по горе, и посмотрите, что творится у нас слева. Слева у нас просто апокалипсис, мы же себе едем прямо. Тут, наверное, да, дождь был бы интереснее. Вот на трассе с баги я бы хотел проехать на импрезе. Импреза у меня затюнена буквально немножечко. Это, грубо говоря, начало игры, там стоит самый базовый тюн, но чувство стало намного лучше. И ехать стало веселее. Вот, да, баги круто, но импреза на полном приводе с этим весом и с мощностью своего двигателя, я думаю, она бы себя там лучше показала в этом снегу. Здесь мы уже подъезжаем к самому финалу. Сейчас будет пару поворотов, точнее было, вот, смотрите, финал, мы сейчас вырываемся вперёд, видите. На пару корпусов обходим, именно после этих поворотов и решалось, кто победит. До этого всё же был искрив. На баги тоже эффектно. Мы врываемся прямо мимо паровоза. Ребят, я такого в других гонках не видел. Выглядит очень классно, сочно, а главное, это просто маленькое какое-то ответвление от основного чемпионата Forza Horizon и основных гонок. Ну почему остальные такого не добавляют? Это шикарно. Мы очень рады, если вам понравилось это видео и было полезным. Нам будет очень приятно, если вы поставите лайк и подпишитесь на наш канал. До новых встреч, всем пока!